Привет интернет, ребятушки и девчатушки, господа и дамы, богатые пока не очень, отличная, просто шикарная новость для любителей крипты. Реально, два дня рыл интернет, пробовал по 0.01 битку переводить и менять на другие альткоины, дабы найти самый быстрый, выгодный и отличный сервис. И что вы думаете? О господи, нашел. Сравните сами, не хочу никого оскорблять их, мать, но многие сервисы работают долго, комиссия большая, иногда просто огромаднейшая. Ко всему курс завышен на обмене. Грубо говоря, вы приходите в обменник менять доллар на рубли, гривни, тенге, смотря какой регион, и обнаруживаете, что в вашем обменнике курс завышен, по сравнению с другими, конечно. Но думаете, блин, ехать на другой район как-то неохота, поэтому возьму тут. Меняете баксы на родную валюту, и ой сюрприз, обменник, оказывается, берет еще плюс доп. услуги обмена, охренительно большую комиссию. Лучше бы поехали на другой район. Собственно, что сейчас и происходит. Многие обменники еще 2-3 года назад запустили серьезную рекламную кампанию. Давали хорошие откаты рефералам, прекрасные условия блогерам, ну и владельцы разных сайтов. Кто рекламировал это чудо обменов, в кавычках. Многие привыкли, ну это как в случае с обменниками на районе. Еще ко всему на многие обменниках система скидок, накоплений, которая, если по честноку, даже на максимальное значение ничего не дает. И как обычно, постепенно комиссия увеличивается, увеличивается, курс обмена не ахти. Но человек уже привык, и автоматом бежит менять. Тем более у него там 3% скидки, которые, если честно, ну даже курс обмена не снизит. Не то, что комиссию покроет. Вот такие пироги, вот такие бургеры. Про главное. Этот сервис на рынке с 2009 года. Биткоин появился в том же году. Компания швейцарская, а это точность и надежность во всем. Репутация очень и очень хорошая. Плюс требуется всего одно подтверждение от майнера. Если переводим биток. Это 3-7 минут и все. И это с биткоином. Другие токены залетают аж бегом. На некотором бирже по чесноку ждал 3 часа, а то и более. Если найдете лучший сервис, пишите в комментариях. Бонусы. Скидки сразу 5% после первого перевода. Потом от 500 баксов выше, выше и выше. Где вы такое видели? Итог. Лучший курс. Быстрота. Вы знаете как это важно. Ибо за час курс токена может вырасти. А вам 3 часа идет подтверждение транзакции. И реальные бонусы. Просто можно мечтать. Из минусов. Нежелание многих бежать на другой район. В нашем случае это регистрироваться на новом, непривычном сервису. Но дорогу усилит идущий. А под попой и табуретом доллар, как известно, не пролетит. Давайте сравним с другими популярными сервисами. Я не хочу никого обидеть. Случайным образом выбрал 2 популярных сервиса. Они хорошие, замечательные. Это лишь сравнение. По вводу и выводу обмена на фиатные валюты, они ничем не хуже. Обмен битка на альткоины, увидите сами. Кстати, и для тех, кто не в теме. Фиат это с латинского декрет. То бишь это традиционные деньги, выпускаемые согласно декретам чиновникам. Печатаем им государством. По простому это та валюта, которую можно потрогать и пощупать. Бумажки и монетки. Ну а теперь сравним цены на самый популярный вид обмена. Значит, что мы тут выбираем. Это у нас биткоин, естественно. Потому что многие заводят биткоин, а потом меняют на другие валюты. Кто-то говорит, что эфир выгоднее завести и менять на другие. Срипнула в отдельной ситуации, а я потом расскажу. Ну, например. 0.1. Цифру запоминаем. Ну и вот, собственно, тут можно вводить адрес, регистрироваться. Вам придет подтверждение. В ней как раз реферальная ссылочка и все. Ну, либо уже, как я показывал, можно сразу, без разницы. Так, теперь сравним. Вот один из сайтов 60 копеек. Я о нем потом расскажу. 60 секунд вернее. Так, что у нас тут? Обмен. Заходим. Также выбираем. В принципе, все просто. Все доступно. Биток и эфир. Так, сумма 0.1. Вернее, 0.1. Так, запоминаем значение. Вот курс обмина. И теперь дальше. Следующий сайт. Exchange. Так, ссылочки я тоже, конечно, оставлю. Так. Биток и эфириум. Так, выбираем 0. Стоять. Ага. Вот курс, запоминаем. 22, 4, 7, 8. Тут у нас 22, 8. Ну, и где это все сравнивать? Я не знаю, почему. Все на этот CoinMarketCap полагаются. Потому что он как бы эталон среди всех валют. Один из самых первых. Значит, тут у нас что есть? А, кстати, обратите внимание. На данный момент капитализация. То есть, это вложено там. Я не помню, сколько процент смотрел. Доля рынка порядка 53 вроде было на сегодняшний день процента от всех-всех-всех альткоинов. Вот 112 получается миллиарда. Итак. Не туда. Значит, что у нас дальше? Инструменты. Тут у нас есть такой интересный калькулятор. где тоже как эталон можно просмотреть. Опачки. Значит, биток. И мы выбираем эфириум. Так. Вводим эти все данные. Ага. Вот он эфир. Так. Ну и что у нас, собственно, получается? Запоминаем. 23, 6, 6, с чем-то. Один. А у нас там 0,1, чтобы удобнее было. Ну, вот такое значение. А теперь сравниваем. Берем сервис. Так. 0,1. Обновим. 0,1, 2, 3, 7. Обратите внимание. Еще раз. 2, 3, 7, 0, 2. Даже получается на данный момент. Больше, чем на самой бирже. 2, 3, 6. Это очень хороший показатель. Теперь мы сравниваем тут. Тут у нас получается. Даже не 2, 3, а 2, 2, 8. Так. Чтоб обновилось. Пока изменений никаких. Ну и, собственно, тут мы. Биток. 0, 1. 2, 2, 4. Да, 2, 4, 7. Ну, 2, 2, 5, грубо говоря. То есть, как видим. 2, 2, 5. Против 2, 3, 6. И 2, 3, 7. Это очень и очень мало. Так. Так. Все тут очень хорошо. Только один минус. Ну, помимо того, что я уже говорил. Что многим, блин, регистрироваться и все такое. Тут не очень много самих валют. То бишь, порядка у нас 15. Если мы возьмем, о чем я потом буду говорить. 30 секунд. Тут валют. В принципе, ого-го. Плюс. Очень хорошая комиссия. Вот в этом плюс. Что комиссия, если вы будете не на эфир, например, переводить, а там выводить на Яндекс деньги. Виза любой банк. Тинькофф. Говорят много о нем. Но мне нравится. Это уже дело каждого. То есть, банк любой выбирает. Сбербанк, пожалуйста. Вывод куда угодно. Переходим к сайту. Можно сразу зарегистрироваться. А можно, в принципе, регистрироваться при обмене. Уже в процессе. Регистрация тут несложная. То есть, мы вводим имя пользователя. Можно на латыни. На русском не знаю. Не пробовал. Но на латыни будет удобнее все-таки. Так, электронная почта. Ну и пароль сами придумывайте. Не забудьте, конечно, записать. Так, я уже зарегистрирован, естественно. Вхожу в свой аккаунт. Ну и тут что у нас есть. Есть панель управления. То есть, тут скидка показана. Тут вывести можно уже. Это ваша реферальная скидка. Партнеры. Ну, сами покладывайте. В принципе, сложного ничего нет. Эфир у меня есть. Поэтому сейчас я вам покажу. На примере Dash. Dash. Биткоин. И меняем на Dash. Так, теперь вводим сумму. Получается, на сервисе нет сейчас определенного количества. Ну, хорошо. Сюда вводим Dash адрес. То есть, если это будет эфир. Эфир адрес. Если пайер. Пайер адрес. И так далее. Вот, собственно. Скачал вот этот Dash кошелек. Но он такой, если честно, неудобно. Постоянно грузится. Ой. А биткоин кошелек на официальном сайте вообще нельзя качать. Потому что там, наверное, на данный момент 150 гигабайт, а то и больше. Вот. Ну, пользуйтесь чем удобно. Поехали. Копируем адрес. Вот этот адрес. Теперь он запрашивает пополнить биткоин кошелек. Сервис. Ну, собственно, этим я и займусь. Кстати, рекомендую скачать Firewall. То есть, он не выпускает ваши кошельки просто так. Ну, кто не в курсе, почитайте, что такое Firewall. Можно комода использовать и другие. Вот, мне нравится лично комода. Касперский там пробовал. Еще что-то не очень. Опять просит доступ. Я ему разрешаю. Ну, и плюс от хакерских атак это лучше будет. Даже если у вас там... Это дополнительная защита. Так, ну что. Копируем этот адрес. Вставляем и отправляем. Так. Вводим данные. Проверяем. И отправляем. Теперь у нас запрашивает кошелек подтверждение. Подтверждаем. Ну, теперь все. Перевод отправлен. Биткоины мгновенно получено. Сайт пишет. И теперь ожидается подтверждение от майнера. Что я говорил. Буквально 3-7 минут обычно это занимает. И все. Сейчас они получат денежки. И мне зачислят на кошелек. Не устанавливайте, кстати, вот этот их кошелек дашь. Лучше что-то другое установите. Я потом расскажу, как сделать, если кому интересно. Так, чтобы комиссия на отправку была меньше. И вот проверяем. Денежки пришли. Написано, выполнено. Если хотите. Ну, я всегда пишу, конечно же. Отзыв. Ставлю 5 звезд. Откуда, куда можно проследить. А теперь проверяем. Заходим в кошелек. Вот. Зашли наши дашики. Я не знаю, как они называются. И откуда ссылочка. То есть, все нормально. Подтверждение пришло. Закрываем сразу кошелек. Он не сразу, блин, отключается. Лучше еще раз повторюсь. Не качайте его. Пользуйтесь другими кошельками. И все будет хорошо. А теперь, так как Changer.com не трипла. Сделаем покупку на 60 секунд. Второй сайт, который я буквально сегодня протестировал. Ну и рекомендую. Ибо на другие валюты тут хорошие условия. И, как я говорил, на ввод и вывод денежек с пластиковой карты. Поехали. Выбираем биткоин. Ну и рипл. Так, вводим сумму. Ну, я возьму на чуть-чуть. Буквально там 0.07 для теста. Показать вам. Так, тут нам предлагают ввести ящик свой. Вот я сегодня регистрировался. Поэтому он у меня уже отображается. Это кошелек. Я его нашел. Не знаю. Там на рипле есть на сайте регистрироваться. Но я не очень захотел. Поэтому скачал этот кошелек. Хотя его что тут на гетхабе, что тут. Поэтому не знаю. Мне порекомендовали этот. Так, далее. Вводим наш кошелек. Купон. Ну, купон, я так понимаю, это на всяких сайтах предлагается. Еще где-то на скидочный. Ну, у меня его нет. Поэтому. Ага. Получается у нас минимальная сумма. Вот такая. Сервис, значит, меньше не хочет. Ну, хорошо. Сделаем тогда так. В принципе, рипл должен расти. Поэтому. Можно его чуть-чуть взять больше. Так-с. Меняем значение. Обменять. Так-с. Вот идет предупреждение. Что одно подтверждение. В принципе, так же, как и на предыдущем сайте. Майнер проведет, получается, денежки через свою систему. Ну, один из них. И все. И сразу нам денежки зачислятся. Так. Курс обмена. Согласен. Так. Ну, и нам предупреждают тоже, что у нас жаль. Я оплатил. Хотя, не знаю, для чего это надо, если это все проходит автоматом в основном. Ну. На всякий случай. Так, заходим в наш Джакс кошелек или Якс. Не знаю, как его точно. Так, кстати, попозже я расскажу за комиссию, как ее облегчить и вообще, что это такое. Потому что я сначала пугался. Тут еще от времени суток и много факторов влияет. Именно, почему комиссия устанавливается. То есть, это не сам кошелек. Хотя, и Джакс тоже бывает. Комиссию берет. Сейчас, когда высветится, он покажет и комиссию. Вот. Нет времени суток. Тоже это зависит. Плюс, когда майнеры там работают, чем больше у них получается. Обработка идет хешей. Всякой лабуды, тем больше они запрашивают. Поэтому следите тоже за этим. Вот, собственно. Так. Подтверждаем. Теперь, как обычно, пароль. Вводим свой пароль. И все. Денежки получаются. Тут-ту ушли. На всякий пожарный. Нажимаем «Я оплатил». Все. Заявка есть. Денежки. Придут. Так. Обратите внимание. Под видео будут ссылки на два сайта с обменниками. К вам просьба. Вы переходите по моей ссылочкой и регистрируйтесь. Это и будет небольшой благодарностью с вашей стороны. Не люблю попрошайничать. Как многие это делают. Типа пополните мне донат или поддержите проект. Нет. Сразу объясню. Хоть вы сами зарегистрируйтесь. Хоть через мою ссылку. Система с вас ничего не будет брать. Некоторые боятся. Думают. Ага. Мы перейдем по его ссылке и с нас будет комиссия. Нет. Сама площадка будет мне платить процент от транзакции новых посетителей. И вам на почту тоже придет ссылочка после регистрации, которую можно использовать для того, чтобы привлечь знакомых или других пользователей. Ну и также получать комиссию. Как Эйван делает или Мэри Кейт. Сама компания платит откаты. Выгодно всем. Поэтому переходим по ссылке, регистрируйтесь и меняем любые криптовалюты с лучшими комиссии. Процент платится с комиссионных сайтов. Это очень мало, конечно. Но если где-то 500 человек сделает обмен на 10-20 долларов, то какая-то сумма выплывет. Ну а теперь о комиссии. Когда деньги уходят, вы их отправляете со своего кошелька, сам кошелек берет комиссию. Иногда она непомерно большая. Почему же так происходит? Дело в том, что сама криптовалюта и задумана так, что каждую транзакцию записывают. Эти данные сохраняются в блоке. Со временем этих блоков все больше и больше. К тому же в разное время, ну и нагрузка на платформу может быть огромной. Если вы 1 биткоин или эфир зачислили на кошелек по частям 0.01 сатоши или 0.5, ну и так далее. Чтобы легче было считать, представим, вы зачисляли на свой кошелек по 0.01 сатоши. Было 10 транзакций. Так вот, это как 10 монет по 10 рублей или гривен, ну там тенге. Каждая транзакция имеет свою запись в блокчейне. Одна монета, одна запись. Получается ситуация, вы для примера в реале приносите в пятерочку или т.б. любой продуктовый магазин мешок мелочи. И кассирша затрачивает время на счет. Вы тратите лишнюю энергию, чтобы принести это добро. В некоторых банках берут, например, 2.5%, а то и до 5% за прием мелочи. Потому что это неудобно и затрачивается лишнее время и ресурсы. Так и на блокчейне. Можно уменьшить комиссии, дождаться пока будет меньше хэшей и на свой кошелек зачислять 1 биток, полностью 1 биткоин. Максимальное значение сколько есть. В итоге майнер обрабатывает одну подпись при следующей транзакции, а не 10. Сайт, который показывает хэши в данный момент, размещу внизу под видео. Как это работает? Утром вы дождались оптимального курса битка и полностью все, что у вас есть, переводите на кошелек. На свой же кошелек, то есть вы наверное заметили, что всегда разные адреса часто создаются. Ну для биткоина не всегда, но опять же в кошельке можно посмотреть. Так вот, на свой же кошелек вы отправляете уже полностью максимальную сумму. Дождались, когда получается курс хороший. Ну и на этом сайте смотрим, что эти цифры говорят. Вот это максимальное число, то есть очень быстро долетит. Вот, обработают майнеры это все дело быстро. Это среднее значение. В принципе, вот это зелененькое рекомендуемое среднее значение. По нему надо ориентироваться. Есть кошельки, там выставляются, например, количество сатоши за отправку. И в итоге, ну, вы сами можете регулировать. А 30 это меньше всего. Если вы не спешите, вы вообще можете минимальное значение сделать. Ну и все. А там уже майнеры как обработают, так обработают. Ну вот такой вот интересный лайфхак. В общем, подписываемся, регистрируемся и все у вас будет хорошо. Всегда ваш Александр. Субтитры создавал DimaTorzok